В 2015 году мы будем отмечать 70-летие Великой Победы над фашизмом. Подготовка к этой знаменательной дате уже началась. Отдавая дань уважения и признательности ветеранам Великой Отечественной войны, дань памяти погибшим в городе Видное установлено два зенитных орудия. А к 9 мая этого года в Расторгуевской части поселения будет установлен танк, рассказывает наш корреспондент Людмила Медведева. Памятные зенитные орудия установлены в городе Видное не просто так. Ведь именно здесь, в нашем районе, в год оборонительных боев за Москву располагалась 329-я часть зенитно-артиллерийского полка, боевые расчеты которого размещались непосредственно и на территории, где после войны вырос наш город. И вот теперь, в преддверии праздника Победы, администрация городского поселения Видное приступила к реализации еще одного проекта по увековечиванию памяти погибших. У обелисков Расторгуева будет установлен боевой танк. Прибыл он к нам две недели назад из города Буйко, Стромской области. Сейчас находится на реставрации на московском коксогазовом заводе компании «Мечел». Танк Т-80, прошедший боевые действия в Чечне, был подарен Ленинскому району Министерством обороны Российской Федерации. Администрация приняла решение отдать грозную машину в собственность городского поселения Видное. Местом реставрации был выбран московский коксогазовый завод не случайно. Единственное предприятие, градообразующее московский коксогазовый завод, на котором в свое время, как вы знаете, трудилось более 5000 человек. Многие из них прошли войну в том числе. Я думаю, что здесь по согласованию с директором завода, Биланом Сергеем Георгиевичем, было принято правильное решение увековечить память погибших в Великой Отечественной войне. Большая работа проведена по его доставке сюда. Это все производилось в ночное время. И работники коксового завода, не считая своим личным временем, в ночное время обеспечили его доставку, разгрузку. Сейчас обеспечат охрану. Перед тем, как будет установлен танк на территорию Стелла на улице Тиньково, в скором времени начнутся работы по обустройству сквера. Сейчас уже готовы предпроектные материалы. Определен инвестор. Инвестором выступит компания Мэр Групп. Мы надеемся, что в ближайшее время, как только позволит погода, мы выйдем на этот участок, облагородим его, сделаем единый комплекс. В сочетании с деревьями мы постараемся как можно меньше повредить зеленых насаждений. Но, на наш взгляд, будет очень интересный участок. Пусть устанавливают. Это же о Великой Отечественной войне будет памятник. Будут ходить, смотреть. Пусть молодежь знает, что было вот такое-то время. Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.